С вами новости спорта. Я Марина Азябина. Здравствуйте. Газпром Русвела продолжает укреплять состав. Ряды этой российской велокоманды в 2018 году пополнит наш земляк Сергей Шилов, который отлично выступает и на шоссе, и на треке. Шилов не скрывает своей радости в связи с заключением контракта. Соглашение это рассчитано на один сезон с возможностью продления контракта. Высокие результаты показали теннисисты Удмуртии. На чемпионате Приволгского округа, который завершился на днях Перми, выступали семеро уроженцев нашего края. Трем из них удалось добраться до медалей. Это перевозчик Дима. Он выиграл первое место в одиночном разряде и в парном смешанном разряде. Он играл в паре с своей ученицей Плотниковой Софьей, кажется, из Перми. Также он про одиночку сказал. В финале они играли в смешанном парном разряде против пары Боба Лев-Артем и Васильева Маша. Это перевозчик Маша, его сестра родная. Тем временем два баскетболиста Ижевского клуба «Купол-родники» Максим Захаров и Илья Подобедов стали чемпионами Адидас Лиги 4 на 4 в составе команды «Летучие мыши». Турнир этот прошел в столице России. А Максим стал еще MVP турнира. Поздравляем ребят с достижениями. К другим темам. 13 августа в Откинске стартует этап Кубка Евразии по плаванию на открытой воде. В заплыве на 3 километра примет участие призер чемпионатов Европы и мира, участник Олимпиады в Лондоне Сергей Большаков. Говорит, для него это этап подготовки к новому сезону. Кстати, все, вошедшие в топ-пятерку в своей возрастной категории, в заплывах на 300 метров, 1,5 и 3 километра, получат право выступить в финале Кубка Евразии в Абхазии 14 октября. И в преддверии этого старта самый первый тренер Сергей Большакова, Ольга Балагура, вспомнила, каким он пришел в спорт и через какие тернии пробирался к сегодняшним высоким результатам. Его привела мама. Мама у него – это первый мастер спорта у нас в Удмуртии. Это Ирина Александровна Жданова. Дядя у Сергея хороший пловец, он мастер спорта, член сборной команды, то есть ген у Сергея очень замечательный. Ну, естественно, с этого все и началось. То есть сразу же к этому спортсмену, наверное, было более повышенное требование, потому что с таким генотипом, с такими данными, то ожидалось больших спортивных результатов. Когда мы еще разговаривали с мамой, она говорила, что если он хочет чего-то добиться, он должен добиваться этого сам. И, наверное, это сыграло очень большую роль в его дальнейшем становлении, в его дальнейшей спортивной карьере. После восьмого класса в девятом у спортсменов должны быть кандидат в мастера спорта разряды, а Сергей, по-моему, только в восьмом классе он выполнил первый взрослый разряд. К сожалению, ну, к сожалению, может, это его и подтолкнуло к высоким результатам. Он был переведен в оздоровительную группу к другому тренеру, к другой тренер. Пришел и позвал на открытое плавание, это Александр Васильевич Солухин. И с этого началась его карьера уже в большом спорте. У Александра Васильевича и Елены Валерьевны были спортсмены высокого класса, это Антон Сановичев. И вот как раз, подключая к этим спортсменам, Сережа вышел на высокий уровень. То есть открытая вода ему помогла, но даже сейчас он является в России в призерах, даже по закрытой воде. Поэтому, если честно, надо отдать ему должное, что, ну, можно сказать, что сейчас он уже великовозрастный спортсмен и держится на плаву, выигрывает Россию. Это очень здорово. Три атлеты из Воткинска бьют рекорды. Андрей Гусев, Сергей Баталов, Сергей Григорьев, Владимир Гришин и Максим Мельчиков переплыли в Воткинский пруд. А это ни много ни мало – 11 километров. Преодолели не это расстояние за 4 часа 45 минут. Проплыли ваши ижевские ребята, команда «Бодрых», достаточно уже известная, не только в Ижевске, но и в Татарстане, в Кирове, ну, там даже в Москве, то есть достаточно хорошо выступают. Почему 12, а не 10? Ну, потому что они проплыли 10 с половиной, ну, надо больше сделать. А сейчас побываем на стадионе «Торпеда», где тренируются юные футболисты из Ижевска. Впереди у них финал всероссийского турнира «Кожаный мяч». Эти соревнования в свое время стали трамплином большой спорт для таких выдающихся футболистов, как Федор Черенков, Олег Блохин, Игорь Голованов. Мечтают достичь таких высот и сегодняшние игроки. Этим мальчишкам 14-15 лет. И в отличие от своих ровесников, они уже точно знают, кем хотят стать будущим профессиональными футболистами. Данил Шмыков – капитан Ижевской команды «Торпеда». Мяч гоняет с детства. Начинал, как и многие, во дворе, а потом пошел в профильную школу. Говорит, на футбольном поле главное быть командой. Отработкой командных действий они сегодня и занимаются в преддверии российского финала. Едем в Волгоград. Призовые места. Это точно первое-второе место, думаю. Почему такая уверенность? Не знаю, просто уверен. Но призовое место мы должны занимать просто. Мы же не зря туда едем. Стартует финал в Волгограде 27 августа. В этих соревнованиях примет участие более 80 команд. Кстати, пройдут они в этом году в новом формате. С этого года после республиканского этапа сразу идет финал России. Раньше команда, выигравшая республику, выходила сначала на Поволжье и там отбиралась на финал России. Сейчас победители республики сразу едут на большой российский финал. Наставник не сомневается. Его ребята в Волгограде будут бороться за награды. Они в отличной спортивной форме и настрой у них боевой. На поле они азартные. На поле они желают победить в каждом матче. Не сдаются никогда. Да, бывают там и слезы бывают, и радость бывают. Все бывает. Но детский футбол этим и отличается искренними эмоциями, азартом каким-то, желанием победить, бороться до конца, вне зависимости от соперника. Так что пусть Волгоград готовит поле к победе ижевских парней. Ведь в игре везет тем, кто крепок духом, уверен в своих силах на все 100%. Отправится на финал всероссийского турнира «Кожаный мяч» футболисты команды «Торпедо» 2004-2005 годов рождения. Соревнования эти стартуют 12 августа в Краснодаре. Лежевские ребята провели полноценную подготовку к турниру и настроены бороться за медали вместе со своим наставником Эдуардом Кобазевым. Это была последняя информация выпуска. До свидания.